Здравствуйте! Вы находитесь на канале Ирины Афонской. Я ведущая канала, филолог-литератор, художница и поэтесса с литературным именем Ива Афонская. И это новый выпуск хроники событий, связанных с войной на Украине. 2 мая 2022 года. Весна. А весной, как известно, у психически больных людей наблюдается весеннее обострение. То, что руководители российского государства Путин и его ближайшие помощники, люди с явно нездоровой психикой, очевидно и до нападения на Украину, и уж тем более после нападения. Здоровые люди войн не устраивают. Поэтому весеннее обострение происходит и у них, в том числе и у главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Чтобы оправдать нелепые бредни российских властей о нацистах, якобы руководящих Украиной, вызывающие у нормальных людей всего мира только смех своей нелепостью и логичные возражения, «Какие же могут быть нацисты у власти с президентом евреем?» Ведь нацисты, как известно, были антисемитами. Он причислил к евреям ни много ни мало, как самого Гитлера. Такое сделал историческое открытие. Дословно он произнес следующее. «Он Филенский выдвигает аргумент. Какая у них может быть нацификация, если он еврей?» Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят. Власти Израиля были глубоко возмущены этим заявлением. И посол России в Израиле был немедленно вызван в Министерство иностранных дел требованием извинений. Министр иностранных дел Израиля назвал слова Лаврова непростительным и возбудительным заявлением, а также грубой исторической ошибкой, превращающей жертву войны, наоборот, в преступников. При этом он отметил, сказать, что Гитлер был евреем, это все равно, что сказать, что евреи убивали сами себя. Это неудивительно для российских политиков. Ведь они все время утверждают, что это не российская армия убивает украинцев, а украинцы убивают сами себя. Неудивительно, что теперь они утверждают, что это не немецкий фюрер убивал евреев, а еврей убивал евреев. Родословная Гитлера хорошо изучена и установлена, что евреев в ней не имеется. Версия еврейских корней у Гитлера действительно выдвигалась. Она основывалась на предположении, что его дедушка якобы был рожден его прабабушкой не от законного мужа, а от некоего еврея, у которого она была в услужении. Хотя даже в случае, если бы эта версия была правильная, то еврейской крови тогда у Гитлера было бы всего 12%, что практически ничто. Однако даже эта теория не подтвердилась. И историки называют эту версию досужим вымыслом. Может быть, обычный человек и вправе не до такой степени знать историю, чтобы знать доподлинно все нюансы биографии Гитлера. Хотя я думаю, что такие важные вещи, как биография такой значительно исторической личности, послужившей причиной мировой войны и гибели миллионов людей, следует знать всем, а не только историкам. Но если обычному человеку, это еще и как-то и может быть простительно, но человеку, занимающему пост премьер-министра какой-то страны, причем самой большой страны мира, к тому же, это просто недопустимо. Не знать историю до такой степени, чтобы повторять какие-то обывательские домыслы, отвергнутые исторической наукой, это просто недопустимо. Тем более в тот момент, когда его страна претендует на то, что ведет борьбу с нацизмом и оправдывает этим предлогом нападения на другую страну, обвиняя ее в нацизме. Подвигать версии в свое оправдание, основанные на исторической лжи, это просто ненормальный поступок для министра иностранных дел. Этим поступком министр иностранных дел большой страны показал не только свое полное невежество, лицемерие и полный тепилизм, не только свои собственные, но тем самым и всей государственной власти, им представляемой, дискредитировал не только себя, но и всю российскую государственную власть в целом. После таких заявлений, возможно, России придется воевать не только с Украиной, но теперь уже и с обиженной Израилем. Теперь, после таких заявлений, Россия приобрела себе в лице Израиля врага, который будет в первых рядах присоединяться ко всем санкциям и усиленно помогать Украине. Да уж, хороши успехи дипломатии у министра иностранных дел. В рубрике «Общество» оглавление на специальной странице «Война на Украине» Все ссылки на плейлисты и сайт в комментарии под видео. Рождаясь, не выбирают страну И нам вовек не оборвать эту нить Моя страна ушла на войну И я не смог ее остановить Кому власть да сласть, Кому с ума да тюрьма А я не в силах эту боль превозмочь Моя страна Сошла с ума И я ничем Не могу помочь И что тут делать И как тут быть Если все Отныне верно Не надо ним бы И крылья растить Надо просто Не быть говном И я уверен Только в одном Пришла пора выбирать Но если решил Не быть говном И жить легко И умирать И жить легко И умирать И жить И не умирать Браво Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому